Заявление господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года, и затем утверждена резолюция Сайта безопасности ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать. Ну и если уж господин Кравчук решил ссылаться на ситуацию с самолетом, который принадлежит компании Районер, то где же такие же переживания, кстати, и не только у него, но и у западных коллег, по поводу того, что произошло в 2016 году, когда вообще без какого-либо объяснения с бомбой или не связанного, или не связанного с бомбой, просто на ровном месте сказали, что надо посадить самолет белорусских авиалиний с тем, чтобы снять с борта человека, который участвовал в мероприятиях антимайдана, то есть возражал против незаконного антиконституционного переворота, против вооруженного захвата власти, противостоял тем, кто пришел в итоге в Киеве на ведущие позиции, прежде всего это были ультрарадикалы с неонацистским душком. Вот за то, что человек высказался против антигосударственного переворота, без всякой бомбы, украинские власти просто посадили белорусские самолеты и сняли с борта этого гражданина. Так что я бы все-таки не путал сюжеты, и если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей, надеюсь, что как минимум Франция и Германия, как соавторы минских договоренностей, не позволят украинской власти сделать это.